Всем привет! Гости и подписчики моего канала. Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поговорим над такую тему, как увеличить вес мускусных уток или от чего влияет вес мускусных уток. Я буду говорить лично свое мнение. Не нападайте меня в комментариях, что типа не так, типа не это. Если не нравится, не смотрите. Я говорю свое мнение по своим наблюдениям. И потому, что я слышал, читал и видел. В первую очередь, ну, утята влияют гены, которые заложены в них. Если у них в генах не заложено ничего, то они по-любому не вырастут, как их не корми, чем их не корми. Я свои гендауты кормлю комбикормом, плюс зерносмесь. 50 на 50 также даю мешанки постоянно. Они у меня постоянно сытые, не голодные, никогда за мной так не бегают, как голодные. Первое, это зависит то, что в них заложено. Второе, это зависит от размера яйца. То есть, большая уточка несет большие яйца, поэтому от больших яиц вылупляются утята побольше. И они вырастают тоже больше. Если же ваши уточки будут маленькие, то у вас будут и яйца маленькие, то есть утята будут мелкие и не крупные. Я думаю, что примерно на 70-60% это зависит от уточки, потому что какого она размера, и от нее зависит, какие будут размеры яйца. И также у нас, ну можно сказать тоже, многое зависит от селезня. Если у вас селезень маленький, то естественно, что утята будут маленькие. Если у вас селезень большой, уточки маленькие, то у вас утят все равно не будут такие большие, как селезень. Нужно среднестатистически, чтобы селезень был средний, 4-5 килограммов. И уточки тоже были не маленькие, не менее 3 килограммов. Я своих уточек сейчас не взвешивал, потому что у них сейчас первые яйца и гладки и линька, они по-любому похудели. Мы их будем взвешивать осенью, когда у них закончится яйца и гладка и линька. Тогда будет их обычный вес. У меня сейчас тут 15 утят. Когда я смотрю, хоть селезни, хоть уточки, все разные. Потому что у меня от двух уточек были яйца. У одной уточки яйца были крупные, у другой маленькие. Вот уточка сейчас у меня, которая сидит, у нее все яйца крупные. У нее утята тоже будут крупненькие, поэтому уток на расплод, скорее всего, я буду оставлять у нее. Яйца, которые я покупала для селезни, они тоже крупные. У них в хозяйстве, где я покупала яйца для смешивания новой крови, тоже уточки. И селезни очень хорошие и большие. Но еще также очень хорошо зависит от рациона, конечно. Нужно хорошо кормить полнорационным комбикормом. Сначала стартовый, потом комбикормом. Я даю пока... Ну там, я не знаю, как он называется. Он для всех видов птиц средний. Он у нас продается. И я его даю 50 на 50 с ячменем. Поэтому вот так вот. Если у вас уточки маленькие, то не надейтесь. Если, например, у вас уточки маленькие, селезни большие, не думайте, что у вас утки будут большие, огромные, как этот селезень. Если уточка маленькая, то ждите маленьких утят. Поэтому маленьких утят тоже. Уток тоже не надо оставлять на племя. У меня вот тут одна уточка, она маленькая. Я, скорее всего, ее буду убирать, если она не наберет свой вес. Потому что ей сейчас пока что примерно 5 месяцев. А другая, ну, чуть побольше она уже. У меня вот на этом все. Я еще раз говорю, что это лично мое мнение. Могу еще раз повториться, от чего зависит. Первое, это то, что в них заложено. Второе, от размера уток и селезней. И третье, чем вы их кормите. Также содержание. На этом у меня все. Всем пока. Всех до новых встреч.